Как думаете, кого из русских рэперов у нас слушают больше? Тейпа, Кизару или Славу Мерлова? Ответ вас удивит, но эти исполнители и близко не находятся в топе самых прослушиваемых русских рэп-исполнителей. Но для начала интересный факт. Вы знали, что Tentacion побил мировой рекорд Spotify. Он является единственным исполнителем в мире, у которого 5 треков имеют более 1 миллиарда стримов. Причем на подходе есть еще 2 песни, которые также скорее всего наберут по 1 миллиарду. И на самом деле это просто нереальные стримы, особенно для СНГ. Ведь, например, если взять мою статистику, то она на фоне XA полный ноль. Но меня радует, что хотя бы кто-то это слушает. Но речь не об этом. Ведь в этом видео я захотел узнать, кто из русских рэперов является самым прослушиваемым в Spotify. Какие песни имеют огромное количество стримов? И какие исполнители в данный момент самые популярные? Причем результаты вас удивят, ведь там на первом месте будет далеко не Моргенштерн. Тем более русскому Spotify недавно исполнился год. И я думаю, за это время уже реально составить более-менее объективную статистику. Поэтому смотрите это видео до конца, ведь сегодня вы узнаете, кто из русских рэперов является самым популярным в СНГ. Кого больше всего слушают на Западе? Какие песни имеют огромные стриминги и готовы потягаться с мировой индустрией? А также узнаете, какие исполнители являются авторами легендарных хитов, которые всегда будут актуальными. Только перед тем, как начать, хочу вам напомнить о таком годном магазине обуви, как Hustle.rf. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. И для начала давайте рассмотрим тех исполнителей, которые на данный момент имеют самые огромные месячные стримы. И здесь все не совсем объективно, ведь эта цифра зависит от недавней активности. Но зато она четко показывает, кто на данный момент в СНГ является самым популярным. И здесь вы точно удивитесь, ведь в первую десятку не попал даже Тейп, Кизару и Гонфлат. А среди них всех популярнее являются Фейст, Тифэст и Лимбо. Вот кого-кого, но Тифэст-то я точно не ожидал увидеть так высоко в этом топе. А это означает, что несмотря на то, что они проявляют огромную активность, все равно остается дико востребованным. Но все же эти цифры не уходят за 1 миллион. Поэтому давайте далее рассмотрим миллионников. И здесь у меня к вам сразу вопрос. Как думаете, кто популярнее на данный момент? Корж, Баста, Сода Лав или Оуджи Будда? И оказалось, что Будда является пока еще более актуальным в данное время, чем другие исполнители. Но зато его перегоняет Фидук, который как раз таки запустил карьеру Оуджи Будды и является, грубо говоря, его крестным отцом музыкальной индустрии. И ладно, с этим еще все понятно и очевидно. Но вы удивитесь, что после Фидука идут Маркул и Фараон. Причем, если Сода Лав, Будда и другие артисты громко хайпятся, делают инфоповоды, пишут разные громкие фиты и так далее, то вот Маркул и Фараон берут чисто музыкой и цифрами, доказывают то, что они куда круче. Насчет Фараона я вообще прям согласен полностью с данным топом. И он, кстати, находится на восьмом месте. А еще не знаю как вам, но для меня до сих пор лучшим альбомом за последнее время является Правило, который до сих пор не надоел и приносит мне огромное удовольствие от прослушивания. Да и последний релиз также достаточно хорош. Но все-таки куда более популярнее на данный момент является Слава Мерлоу, который имеет 1,3 миллиона стримов. Хотя буквально на чуть-чуть его перегоняет Мияги, который, кстати, также никогда не был замечен за каким-то хайпом. Точно так же, как и Скриптонит, который с большим отрывом уходит вперед и занимает пятое место в данном топе. И вот мы наконец-то подошли к самым-самым актуальным и востребованным исполнителям лета 2021 года. И тот, кто будет на втором месте, вас точно удивит. Ведь на четвертом Элджей, на третьем Крид, на втором Тимати и на первом, конечно же, Моргенштерн. Если честно, составляя данную статистику, я вообще никак не ожидал увидеть на втором месте Тимати, а на четвертом Элджея. Но цифры говорят сами за себя. Именно этих артистов слушают больше всего людей. А Тимати вообще буквально на капельку отстает от Моргена. Хотя альбом был год назад, новых песен было не так уж и много, но по цифрам он прям уничтожает всех остальных. Кроме Алишера, понятное дело. И в конечном результате мы имеем такую вот таблицу, по которой мы можем более-менее объективно понять, кто из рэперов имеет какую в данный момент популярность. Но все равно это все постоянно меняется, особенно после выхода альбомов. Поэтому давайте далее рассмотрим песни. Ведь там куда более интереснее результаты. А вот с треками дела обстоят совсем по-другому. И здесь еще играет роль то, насколько сильно данных артистов слушают в других странах. Так как Спотик работает уже давно. И понятное дело, что те песни, которые выходили давно и были залиты на этот сервис, слушали не в странах СНГ, а где-то на западе. И здесь мы пойдем по очереди в порядке возрастания. Например, у Будды, если не учитывать Кристалл Майот и Фит Скридом, на данный момент самая популярная песня, это группы с Платиной и старшие из-за тиктока с его недавнего альбома. Эти треки имеют более 5 миллионов стримов. Но куда далее отошел Платиной, имея в арсенале свой недавний хит на «Грязном», который имеет почти 7 миллионов стримов. И здесь вы подумаете, ну логично, эти все треки новые, поэтому имеют большое количество стримов. Отчасти да, но, например, у Соды Лав главным треком является Коми, который был записан довольно-таки давно и имеет почти 9 миллионов стримов. Или, например, взять Рокета, где у Спотифай главным его хитом является далеко не новая композиция под названием «Цукуями», которую прослушали почти 9 миллионов раз. Но все это на самом деле просто детские цифры, которые не преодолели даже 10 миллионов стримов, о которых мы далее как раз-таки и поговорим. Например, тот самый «Гимми Зелута» Тейпа только на Спотифай набрал почти 16 миллионов, так же, кстати, как и Ламбада от Тифеста. Но все-таки их немного уделал Тимати и Морген, имея в арсенале «Эль Проблему», где более 18 миллионов стримов. Но и это до сих пор еще маленькие цифры, ведь, например, супер-мегахит 20-го года Иксона считывает более 20 миллионов. Но все-таки уступает коржу с его «Малым повзрослел». А вот кто реально способен потягаться с Западом, так это Скриптонит с положением и Кизару с Дежавю, которые только на Спотифай набрали почти 25 миллионов стримов. Хотя, как говорил Морген... Да, Слава их всех уделал вместе с Алишером, набрав нас новое, напиваясь и на Кадиллаке почти 30 лямов. Так же, как и тиктокер Рахим со своим мировым бэнгером под названием «Фэнди». Почему мировым? Да потому что с помощью тиктока данная композиция вирусилась абсолютно везде. Если вы думаете, что «Фэнди» это потолок, то ошибаетесь. Вы знаете, кто реально является автором супер-легендарных мировых хитов из России? Эти песни слушали в Америке, они имели колоссальные стримы в Спотифай еще до открытия его в России, а также я уверен, что абсолютно каждый знает эти два трека. И это Мияги с Ангипандой, со своим хитом «I Got Love», который имеет 66 миллионов стримов. Ну а на первом месте рекордсменом является Элджей и Фидук, с их главным хитом в их карьере под названием «Розовое вино». Это 71 миллион стримов только на Спотифай. Чтобы вы понимали, только этот трек, скорее всего, им принес почти полмиллиона долларов только со стриминга, если не больше. И это очень круто. Да, именно эти две песни и эти исполнители на данный момент имеют самые громкие мировые хиты, стримы которых могут реально потягаться со стримами мировых звезд. Конечно, им далеко до «Викинда», «Постмолона» или «Экса», но все же эти цифры очень большие для России. Прикольно осознавать, что «Розовое вино» — это действительно топ-трек последнего десятилетия. И именно эта композиция, кстати, дала старт всему кальянному рэпу в России. Кстати, такой жанр есть только у нас, кто не знал. Но напоследок я хочу сказать, что на самом деле цифры ничего не значат. Да, это показатель успеха в любом случае, но каждый артист для каждого человека по-разному успешный. Например, для меня «Фараон» куда круче всех этих «Майотов», «Содолафов», «Жибут» и так далее. А вот «Оксимирон», например, вообще не заливал в свое время свои треки на Спотифай, так как у него там маленькие стримы на фоне остальных. А может, его просто не чекали на Западе. Ведь «Розовое вино» набрало 70 миллионов не за один год, когда у нас только заработал Спотик, а еще намного раньше. И это означает, что вино слушали не только в России, а по всему миру. Так же, как и Фенди от Рахима и Мияги Энди Панду. Ну а на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр и не забудьте подписаться на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube.